Вы когда-нибудь замечали, как хорошо построены банки? Когда вы подходите ближе, то видите, что само здание сделано из камня. Вы заходите внутрь, и все там выглядит, спроектировано по высшему классу. Вы смотрите на крышу и понимаете, в случае урагана, это, наверное, будет самое безопасное место в городе. Причина, по которой они это делают, я думаю, что вы догадываетесь, мы даем им наши деньги, потому что это самое безопасное место в городе, или нет? Сейчас деньги, конечно, передаются при помощи компьютеров. Но то, что я имею в виду, связано с имиджем, господа, и сигналом силы, который транслируется вовне. Сегодняшнее видео будет посвящено тому, как вы можете посылать сигналы силы при помощи одежды. Совет номер один, чтобы посылать сигналы силы при помощи одежды, это носить то, что хотите, с полной уверенностью. В смысле, вы тот, кто устанавливает тренды. Вы тот, кто забегает вперед. И если другие люди последуют, это круто. Если нет, никого это не волнует. Вы устанавливаете тренд, и прежде всего вы уверены в том, что на вас надето. Вот несколько примеров. Возможно, они доходят до крайности, но Марк Цукерберг, то, что он носит, это то, что он хочет. У него компания, которая приносит ему достаточно денег. Он не переживает, если его уволят, или что он будет нуждаться в чем-то. Так что он носит то, в чем ему комфортно. Я ранее говорил о его гардеробе, но парня просто одни серые футболки и толстовки. Давайте глянем на 50 цент. Абсолютно другая индустрия. И он также носит то, что захочет. Он транслирует сигнал, который хочет, потому что он постоянно придумывает что-то новое. Но знаете что? Когда работаешь в компании, где нет дресс-кода, и вдруг ты решил надеть бабочку, дорогую рубашку и подтяжки, ты хочешь выделяться. И все в этой компании на тебя смотрят и говорят, «Эй, парень, может ты поубавишь красок? Мы тут обычно в футболках и джинсах ходим». А ты им отвечаешь, «Знаете что?» «Нет, это мой стиль, мне так удобно». Совет номер два. Используйте дорогие, уникальные или антикварные аксессуары. Эти туфли – это пара из цельного кроя. Когда я смотрю на них, я понимаю следующее. Для этих туфель потребовался цельный кусок безупречной кожи. Человек, который их носит, он заботится о стиле. Я делаю все эти быстрые выводы об этом парне без того, что он открыл рта. Это транслирует четкий сигнал силы и статуса, потому что я знаю, сколько денег надо было оставить за такую пару туфель. Я вижу такую сумку и спрашиваю ее владельца про нее. «О, этой сумке около 30 лет, которую мне подарил мой отец». У меня сразу в голове мысль пролетает. «О, этот парень хранит историю и заботится о стиле». Но что, если нет 500 баксов на пару туфель и нет семейной ценности в виде сумки? Друзья, уникальные аксессуары. Что примечательного в уникальных аксессуарах, так это то, что они демонстрируют, что вы выполнили домашнее задание. Что вы владеете такой вещью, с которой всегда можно начать разговор. Вы идете против течения времени. Совет номер три. Знай правила и нарушай их. Господа, это в корне отличается от несведущего. Если вы не знаете правил, то вы и не догадываетесь, что нарушили их. Так кто-то может сказать, «Эй, друг, не следует застегивать эту нижнюю пуговицу на пиджаке». Или вы надеваете узкий костюм и тонкий галстук, при том, чтобы крупный парень. И кто-то вам в сторонке говорит, «Друг, ты выглядишь как клоун». Это означает быть невежественным, и это точно не авторитетный сигнал. Но, скажем, у вас компания, производящая шляпы. Или вы, музыкант, и решаете надеть шляпу в помещении. Технически вы нарушаете правила. Но вы знаете, что вы его нарушили. Но сигнал, который вы посылаете, говорит, что вы чувствуете себя комфортно в этой ситуации. Я хочу транслировать этот сигнал, привлекать к себе внимание и продвигать свой бренд. Совет номер четыре. Используйте силу костюма. В Америке, Англии, Австралии, Южной Африке и в других частях мира костюм имеет свою силу влияния. И это реально. Есть уже классическое изучение этого явления. Когда человек в костюме неправильно переходил дорогу, и когда человек в шортах и футболке тоже нарушал правила при переходе дороги. Когда человек в костюме переходил дорогу, то в три раза больше людей тоже нарушали правила и шли за парнем в костюме. Мы просто запрограммированы нашим обществом повышать авторитет человека в костюме. Вы, конечно, можете это не воспринимать всерьез, но если вы работаете в продажах, или вы являетесь консультантом, или вы встречаетесь с человеком впервые, поймите, что строгий костюм даст вам небольшую фору. Это работает не только с костюмами. Тот же эффект проявляется и с униформой. Если вы владеете электрической компанией или другим сервисом, то, возможно, стоит задуматься, почему бы не заказать своим рабочим униформу. Мы начали говорить о строгом костюме, но что это такое? Речь идет о цельном темном костюме. Темно-серый или морской-синий. Черный может быть слишком контрастным. Его лучше придержать для вечеринки в черном. Точно стоит отказаться от светлых оттенков. Они не будут такими сильными и авторитетными. Что насчет рубашки? Необходимо подобрать светлую рубашку. Лучше всего белую. Галстук лучше всего подбирать в оттенках темно-красного цвета. Точно не следует брать что-то светлое. И не берите галстук с рисунком, то выбирайте маленький повторяющийся паттерн. Также он должен содержать в себе оттенки красного, оранжевый, темно-оранжевый хорошо. Синие и темно-синие тоже подойдут. Зеленые, темно-зеленые. Запомните, для строгого костюма темный галстук хорошо, светлый – плохо. Мне нравится красный, потому что в нем есть сила убеждения. Насчет карманного платка можете выбрать себе простой белый президентский. Туфли подбираем темного цвета. Для угольно-серого костюма – черные туфли. Морской-синий костюм – черные или коричневые туфли. Совет номер пять – сфокусируйтесь на размере. Если вы видели мои видео, то вы уже знаете, что я подчеркиваю важность того, что одежда должна быть подогнана по размеру. Найдите своего мастера и отнесите одежду ему. И, друзья, это относится не только к костюмам, а ко всей одежде. Когда я служил во флоте, у нас была форма. Да, мы все надевали одно и то же. Но пробыв некоторое время на судне, вы точно могли определить, как выглядит достойный матрос, и как выглядит тот, кто не заботится о своем внешнем виде. А подогнанная по размеру форма выглядит просто изумительно, в отличие, когда она просто висит на моряке. То же самое правило относится и к вам. Мужчина может носить пиджаки-брюки, и это выглядит неряшливо. А другой надевает костюм по размеру, и он просто подчеркивает его тело и транслирует сигнал силы. Совет номер шесть – авторская одежда. Я думаю, это невероятно сильный сигнал, потому что она демонстрирует высший уровень люкса в одежде, рубашки, пиджаки, обувь, которые вы носите, и не только одежду. Это могут быть авторские сумки и другие предметы. Они показывают, что эта вещь была сделана для меня и по моим меркам, и у нее ограниченный выпуск. Это очень круто. У авторской одежды есть некоторые особенности. Первое – она сто процентов хорошо на вас сидит. Возвращаемся к предыдущему пункту. Но к тому же, вы шьете ее так, как вам хочется. Вы можете выбрать уникальную ткань, вы можете добавить уникальные функции, например, дополнительный карман, или заказать уникальную яркую подкладку. Такие маленькие детали, для меня, именно они делают вещи уникальными. И это напрямую связано с ними. Когда вас просят, где вы взяли этот пиджак или эти туфли, у вас будет шанс сказать, «О, я их заказал специально для себя». Вы говорите правду, и в то же время транслируете сигнал, что вы уделяете достаточное внимание своему стилю, и что у вас есть деньги, чтобы заказать для себя авторские вещи. Иногда это вводит в заблуждение, потому что сейчас существует так много крутых компаний, которые делают рубашки, костюмы на заказ по приемлемым ценам, или даже по более дешевым ценам, чем дизайнерская одежда. Так что вы можете спокойно взять себе вещи на заказ, сделанные специально для вас. Итак, господа, я бы хотел увидеть в комментариях ваше мнение. Да, я знаю, что я не говорил о языках тела. Я не затронул тема контакта глазами и рукопожатия. Это все будет в другом видео. Субтитры сделал DimaTorzok